Всем привет! Всем здравствуйте! Оля из Тампыри, из Финляндии. Мы находимся в центре Тампыри и направляемся в Ратихуане. Ну и рядом белое здание. Это у нас Каупунки Талу. Там заседает всё, что связано с Тампыри. Ну и вот это здание было закрыто для посетителей почти три года. И вот сейчас есть возможность его посетить. Ну и, конечно, я была в этом здании один раз. Здесь есть на последнем этаже Юхла-сале, где производят вот все эти награждения. Ну и, конечно, первая картина Айвазовского. Ну как такое было не показать. И здесь есть гиды. Да, это, конечно, вот такое историческое место. Они проводят экскурсии. Ну и вот сейчас после трёх лет, как говорится, закрытия, его реставрировали. Всё здание было закрыто в таком пакете. Вот открыли для людей. Ну и мой муж родился в Тампыре и всю жизнь живёт в Тампыре. Ни разу здесь внутри не был. Ну и вот здорово, что у нас есть возможность прийти. Да, конечно, здесь проводятся все вот такие культурные мероприятия, так как вручают много раз награды на День матери, на День независимости предпринимателям и так далее. Ну и много картин, мебель и так далее получены в подарок. То есть, да, люди жертвуют. Ну и, в принципе, всё правильно. Здесь, видите, эти картины висят. Ему люди могут прийти и увидеть вот эту красоту. Две картины были Айвазовского. Это дом построен, это здание построено из кирпича в 1890 году. И вот я всё время смотрю, что в каком хорошем состоянии всё. Да, первый ремонт был в 1960 году. Ну и, конечно, видите, всё огорожено. И когда мы с Гею входили, я говорю, посмотри, у нас точно такая же в прихожей стоит золотыми ножками штучка. Ну просто супер. Да, конечно, много вот что нравится нам. Ну и опять же, это наш стиль. Мы любим вот такое натуральное дерево, чтобы было красиво. Ну опять же, кто-то сидит на стуле из Икеа. Вообще никакая не проблема. Народу много, мы стояли минут 30, чтобы войти. Ну и, конечно, всегда есть в Тампоре туристы. В этом плане тоже город вот такой много места, куда туристы хотят попасть. Я, народ, не являюсь искусствоведом. Я не являюсь опосом по Тампоре. То есть я не являюсь никаким вот таким гидом. Мы пришли просто с Гею посмотреть. Снимаю вам, показываю. Если в Тампоре вы никогда не были, может быть, живете в Тампоре, но в центр вы выезжаете редко. Ну и здесь есть лифт, который поднимается на последний этаж. Там вот такой юхлазале, где всегда проводится награждение. И вот такое липо 100. Я говорю, Кею, вот такое нравится нам. Помнишь, одно время мы хотели купить, но, к сожалению, некуда поставить. И Кеюшка тоже так радуется, что мы смогли прийти. Вот много раз, если в Тампоре приезжает президент, вот отсюда показывают и снимают Кахвити и Лазус. То есть вот такую встречу за кофейной кружкой. То есть здесь есть несколько залов, откуда мы можем наблюдать, если по телевизору показывают, какой-то прием и так далее. Вот, конечно, эти места многие видели только по телевизору. Ну и вход совершенно бесплатно. Это тоже играет большую роль. Ну и посмотрите, все-таки, какой стиль. Вот стиль, как нравится мне. Я обожаю вот эти все, как финны говорят. Да, вот такое, такое, как люблю я. Ну и, конечно, картины в заратых рамках. Это моя любовь на всю жизнь. Я говорю, посмотри, Кею, какие гонделябры висят. Да, конечно, это бронза. Все вот такое, как нравится нам с Кеюшкой. Ну и мы с Кею, конечно, никакие специалисты по вот этим картинам. Слава Богу, что в каждом зале есть человек, который рассказывает и показывает, и рассказывает, сколько людей помещается в один зал, сколько людей помещается в другой зал и так далее. То есть все вот, как говорится, для посетителей. Ну и опять же, вот такая мебель нравится безумно нам. Здесь натуральные ковры лежат на полу. Ну и все вот так. Ну и хотела сказать, но забыла. При входе был осмотр сумок, был осмотр маленькой сумки, что вы несете. Ну и, конечно, большие рюкзаки и так далее нужно было оставлять в гардеробе. Да, сейчас вандалы не спят. И облили краской в Хельсинки тоже несколько мест. Это, конечно, ужас ужасный, что вот этот вандализм теперь так распространен. Поэтому, видите, был вот такой как бы, ну не обыск, но попросили открыть сумку. Ну и здесь сделано вот так, что действительно, чтобы все было чисто после нашего посещения. И я сняла, как накрыт стол, вот сервировка стола. Да, конечно, если ты попадаешь вот на такой, как говорится, обед, ужин или кофейное какое-то, вот такое мероприятие. Видите, ложка большая, вилка, нож, маленькая ложечка кофейная или чайная. И еще одна ложка лежит для, если едите какой-то десерт, вот там это подливка, каштыки. То есть, да, конечно, все вот так, скажем так, по этикету. Но, опять же, если вас приглашают на такой званный ужин, и вы не знаете, как этими приборами пользоваться, ну всегда рядом сидит человек, который наверняка знает, и смотря на это, можно все это, как говорится, повторить. Да, много раз вот такие нелепые случаи бывают, что человек в жизни не видел и не знал, почему может лежать и две ложки, и три ложки, и вот в такой, как говорится, в ступор человек попадает. Ну здорово, что всегда есть вот кто сидит рядом. Ну и вот про этот липостом из Кео тоже спросили, что как открывается, потому что нету ни одного ветимет, да, по-моему, по-фински называется. И ОПО сказал, что здесь вот есть секрет, то есть на какую-то фигуру нужно нажать, чтобы вот этот липост открывался. Видите, какая прелесть, то есть, ну здорово. Я всегда так радуюсь, что вот есть возможность показать такую красоту, не только сыр, колбасу и примерки из магазинов. Ну и здорово, что ничего не сломано, все реставрируется, все, вот как говорится, в первоначальном виде. И много действительно люди пишут завещания и завещают мебель, завещают картины, завещают, вот как говорится, сюда. Ну это все здорово. И люди, которые знают, про что рассказывают, я говорю своему, посмотри, у нас приблизительно такие же часы, и часы бьют каждые полчаса. То есть, вот мы пока стояли, несколько раз мы услышали бой часов, всего 8 часов, 8 пар часов. Ну, мне кажется, очень здорово, что часы тоже реставрируют, никакое не бюджетное удовольствие. Но опять же, город, видите, сделал вот такой подарок, что открыл двери и пустил людей посмотреть на такую красоту. Да, конечно, много раз хочется снять, хочется показать. Идем с Кеюшкой мелким шагом. Здесь вот видите, как говорится, каждый человек хочет остановиться, сфоткаться и так далее. Ну и здорово, что тоже снимать можно. Там был телефон и камера не перечеркнута. И я говорю своему, посмотри, все, кто проходит мимо, хотят сесть вот на этот стул. Кея говорит, ну, у нас дома есть стул с золотой спинкой. Я говорю, ну, в принципе, да. Но, видишь, люди хотят сфоткаться на память. Это тоже о многом говорит. Очень рада, что мы смогли с Кею прийти, поснимать. Я действительно в этом месте была один раз с Ратихуаной. Кею не было ни одного. Ну, вот так красиво, видите, все отреставрировано. И сегодня суббота, день Тампера. Я, конечно, это видео выложу позже. Не успеваю я все выкладывать, то, что наснимала. И посмотрите, какая очередь. Вот 30 минут мы отстояли и смогли пойти. И вот этот знаменитый балкон в 1905 году, первый раз с этого балкона был произнес манифест. Тогда в Тампере была вот самая большая забастовка. Ну, и сейчас этого балкона много раз желают людям хорошего дня независимости, Рождества и так далее. То есть этот балкон вот такой известный в Тампере. Ну, и сегодня народу много, народ оживился. И здесь выставка техники. Ну, такое я снимать, конечно, не пойду. Я про это, к сожалению, даже рассказать ничего не умею. Ну, вот так снимаю общим планом. Если кто-то когда-нибудь попадет на такую выставку, вы знаете, что в Финляндии вот такое мероприятие тоже устраивается. И посмотрите, сколько народу. Подписывайтесь, не хворайтесь. Вам бы была Оля и Кея из Тампера из Финляндии. Пожалуйста, напишите комментарий. Если видео понравилось, пожалуйста, поставьте палец вверх. Не хворайте. До новых встреч. Удачи. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...